Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Большое приветствуем, кто смотрит, слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна.ФМ». Меня зовут Александра Хайрулина. Программа «Лучшее в стране». Здесь только лучшая из лучших. И поэтому с большим удовольствием перехожу к вот какой информации. 7 по 14 ноября в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына пройдет 13-й международный кинофестиваль «Русское зарубежье». И у нас в гостях сегодня президент кинофестиваля, кинорежиссер, сценарист, продюсер, директор киностудии «Русский путь» и киноклуба «Русский путь» Сергей Зайцев. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Здравствуйте. Вот этот темп. Вот этот темп вы задаете сразу. А вы чувствуете, да, динамику эту? Да, чувствую. А времена такие и в музыке, и в общении сейчас, и во всем абсолютно. Вы знаете, у нас очень серьезная тема, поэтому я думаю, что нам нужно чуть-чуть, вот прям самое малое, сбавить темп, Даш, потому что мы же с вами о серьезных вещах будем говорить. Ну, о серьезных вещах, но мы попытаемся о них рассказать ведь тем людям, которые живут в очень насыщенном времени. Я даже не переживаю, мы справимся. Да, мы справимся, справимся. Им иногда надо остановиться и подумать, поразмышлять. Вот этим людям, которые очень торопятся. Я сам очень тороплюсь. Потому что у вас огромное количество дел и задач. Увы, увы. А может и хорошо, не знаю. Ну, глядя на вас, не скажу, что вы особенно так опечалены этими задачами. По-моему, вам все очень нравится, и у вас все получается. Бывает и печален, бывает и печален. Да, да, пока вот как-то справляемся уже. Ну, вы знаете, между первым и тринадцатым фестивалем 12 лет. То есть 12 лет прошло, но тринадцатый фестиваль. Вот, и за это время мы показали около полтысячи, наверное, около 500 картин о русской эмиграции, о русском зарубежье. Ну, о русской эмиграции, о русском зарубежье надо говорить отдельно. Вот видите, я взял ваш темп. Вот, надо говорить отдельно, потому что, в общем, многие, конечно, не знают, что такое русская эмиграция, что такое история русского зарубежья, и вообще не знают о том, что вот мы здесь живем в России, да, а есть еще одна Россия в рассеянии, да, такая же точно Россия, которая рассеялась по другим странам, вот, у нее свои проблемы, заботы, своя любовь, она, так сказать, тянется к нам, вот, что мы всячески поддерживаем на нашем фестивале. То есть мы как раз говорим о той России рассеянной, все-таки о живых, ныне здравствующих людях? О разных. Мы говорим об истории русской эмиграции, об истории русского зарубежья, и, конечно же, о жизни нынешних вот диаспор русских в разных странах. И я вас уверяю, что это нынешняя русская жизнь в разных странах, она очень-очень интересная. И чаще всего, конечно, она интересна именно благодаря тому, что эти люди пытаются сделать что-то полезное для России, в которой мы с вами находимся. Если поговорить конкретно про 13-й кинофестиваль, там какая-то тоже безумно насыщенная программа, 10 стран мира приезжают к нам представить свои работы. Ну, так или иначе, да, из 10 стран мира участвуют картины. То есть, ну, не все смогут приехать? Кто представляет картины? Ну, кто-то приезжает, кто-то не приезжает. Нет, ну, к нам приезжают гости, конечно, из Америки, из Франции, из Австралии, из разных стран. Вот. Ну, кто-то представляет, кто-то не представляет. Есть какие-то проекты, которые делались совместно. Значит, такие русские представители съемочной группы там представляют картины здесь. Ну, не все же могут прилететь. Хотя вот в жюри, вот, я говорю, из Австралии, например, к нам прилетает Александр Ильин, замечательный хореограф. Вообще, мы приглашаем в жюри людей, которые так или иначе, ну, во-первых, прежде всего, кинематографистов, конечно, и обязательно главы наших двух жюри, жюри конкурса игровых фильмов, жюри конкурса неигровых фильмов, возглавляют всегда, как правило, кинематографисты, режиссеры, как правило, режиссеры игрового кино, режиссеры документального, неигрового кино. А вот из-за рубежа мы представителей русской миграции приглашаем, которые, в общем-то, относятся к культуре, к культуре русского зарубежа, ну, и в целом к русской культуре. Вот, например, Александр Ильин, замечательный хореограф из Мельбурна, из Мельбурна, как говорят русские в Австралии. Вот он из Мельбурна прилетает к нам уже второй раз работать в жюри. Если это кинофестиваль, соответственно, есть награды какие-то, разумеется, в образовые места, а помимо статуэтки, философский пароход. Философский пароход, видите, вы подготовились, очень приятно. У нас такая семикилограммовая бронзовая скульптура философский пароход. То есть вот так в полочку-то не припрячешь, она подразумевает видное место. Я вот всегда говорю всем организаторам кинофестивала, есть замечательный фестиваль, например, «Лучезарный ангел». Они выручают хрустального ангела. Прекрасный ангел, но очень уж он хрупкий. Это правда. Доживет ли он, вот я думаю, у тех, кто его получил. У меня такой ангел есть. Я в 2011 году сам получал этого ангела на «Лучезарном ангеле» в киноцентре за свой фильм. И вот я просто вообще боюсь дотронуться до него, чтобы у него там какое-нибудь крылышко не отколол. Вообще приз должен быть тяжелый, бронзовый, который можно дедю правнукам передать и праправнукам. Вот у нас такой... А может быть со временем продать задорого тоже? Ну вот, если у правнуков будет тяжело с деньгами, тогда они продадут. Ну, действительно, бронза стоит... Вот у нас такой приз. У нас замечательный приз. Хорошо, философский пароход. Единственный ли это приз? Или есть какие-то гранты сейчас? Это, наверное, все-таки для многих первоочередная история. Вы знаете, я считаю, что... Грант-эн-фестиваль, поимейте в виду? А, нет, нет, давайте денежный приз. А, денежный приз. Нет, у нас денежных призов нет, конечно. Вот, я считаю, что получить нашу статуэтку и так, очень почетно. Вот, но нам просто не до денежных призов. Вообще мало кто сейчас вручает денежные призы. Я имею в виду фестивали отечественные, международные отечественные фестивали. У нас есть два главных приза за лучший игровой фильм и за лучший неигровой фильм. И два специальных диплома жюри. Вот, я считаю, что... Да, есть, конечно, специальные какие-то призы, специальные награды, но это уже все не основное. Основное это вот в каждой номинации по два приза. Это главный приз и специальное упоминание жюри, специальный диплом жюри. Я, в общем, всегда наставил на том, что призов много не должно быть. Вот, некоторые говорят, ну, у вас на фестивале трудно получить приз. Вот именно что трудно, у вас призов мало. Стремитесь? Да, ну, я считаю, что если множить призы, то ценность их, конечно, безусловно, будет понижаться. А если говорить об игровом кино, которое демонстрируется, да, и принимает участие в кинофестивале, то это, ну, разумеется, это же не те фильмы, на которые можно сходить в кинотеатр. Ну, вы знаете, что-то, на какие-то, наверное, можно было сходить в кинотеатр. Во-первых, надо сказать так, что мы, конечно, в основном показываем, в основном, у нас два конкурса, да, игровой и неигровой. Но неигровой конкурс, он в три раза больше, а иногда в четыре. Потому что игровых фильмов на нашу тему, мы же, я всегда подчеркиваю, тематический, просветительский кинофестиваль. И мы не обязательно показываем фильмы этого года или предыдущего, там, 2018 года. Мы ищем разные фильмы. Если по какой-то причине какой-то фильм прошел мимо нас, там, пять лет назад, допустим. Но до сих пор актуален очень, да? Ну да, но он для нас, нет, для нас наша тема всегда актуальна. Вот, скажем, там фильм о Рудольфе Нурееве 2014 года, который представлен в конкурсе этого года, он прошел, он мимо нас прошел. Я о нем не знал, ни пять лет назад, ни три года назад. Вот в прошлом году я о нем узнал, и мы его пригласили к участию. Ему пять лет, это не новый фильм. Ну, наверное, люди его когда-то какие-то могли где-то, это татарский фильм, посмотреть в кинотеатрах. Я даже не знаю, честно говоря, его истории. Вот, но это фильм нашей тематики. Я очень рад, что мы вот такой игровой фильм показываем. Вот, есть у нас и новые фильмы, так сказать, игровые. Ну, очень редко на тему русского зарубежья снимают игровое кино. Вот, потому что игровое кино это все-таки дорогая штука, да? И документальное это тоже не дешевое, но все-таки в разы-разы дешевле, чем игровая история, да? И поэтому, в общем, конечно, да, документальное кино снимается более-менее. В общем, каждый раз у нас даже остаются как-то за бортом программы, фильмы, которые мы там, ну, или не можем показать, потому что они не вмещаются, либо в неконкурсной программе показываем, или вообще переносим, просим, в общем, режиссеров потерпеть, подождать до следующего года, там, и так далее. Кто не успел, тот опоздал. А вы, кстати, больше любите именно называть не игровым кино, да, документальное кино? Ну, я считаю, что, да, 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 да. Какая-то принципиальная очень вещь? Ну, нет, документальное кино все-таки это немножко, понимаете... Ну, расскажите тогда, поясните, в чем отличие. Узкое понятие, да. Вы знаете, я всегда удивлялся тому, ну, я, наверное, это тоже 500-й раз говорю, в разных эфирах... В нашей студии впервые. Вашей впервые, что кино нельзя делить на и игровое, там, художественное и документальное. То есть, если мы кино делим на художественное и документальное, значит, предполагается, что документальное кино художественным быть не может. Оно обязано быть, ну, в меру, конечно, в таланта автора, оно обязано быть все-таки тоже художественным. Поэтому я предпочитаю все-таки делить кинематограф на игровой и неигровой. Потому что неигровой кинематограф, он, в свою очередь, может делиться на кино документальное, то есть более репортажное, и кино вполне себе поэтическое, художественное. Посмотрите, сколько фильмов делается у нас замечательными нашими мастерами. Но это мастера, действительно, большие мастера неигрового кино, такие как Андрей Осипов, например, или Борис Лизнёв, Наталья Гугуева. Они делают высококлассное, художественное, неигровое кино. Это всё далеко от репортажности, новостейности, скорее-скорей. Так сказать, камера побежала и так далее. Это художественный продукт, это произведение искусства. И далеко от того, что в основном транслируется на телеканалах. За редким исключением. Да, редко показано. Но нас отвыкли, к сожалению, смотреть наше документальное, неигровое кино. Вы прям как-то в одном интервью очень искренне, мне кажется, заметили, что вы даже уже перестали предлагать центральным каналам даже очень хорошие неигровые фильмы. Потому что заранее знаете, что услышите. Да, да просто времени не хочется тратить. Вот предлагаешь, не показывают, предлагаешь, не показывают. Потом проходит какое-то время. Вот мои все фильмы, да, я вот никогда не жаловался на их судьбу, потому что телевидение само потом приходит и показывает. Там просто должен пройти год-два. Телевидение же очень инертно. И тогда тебе звонят и говорят, а у вас же был вот такой фильм. И знаем, вы там участвовали, там что-то получили, какой-то приз. Вот давайте мы его вот сейчас вот рассматриваем, возможность показа по нашему каналу. Вот так бывает, как правило, всегда. А за эти деньги платят вам? Ну, телевидение, ну, когда платят, когда немножко, когда чуть побольше. Но, в принципе, это, конечно, не заоблачные никакие деньги. Вот. Вот Франция, например, больше платит. У меня фильм показывали как-то по французскому телевидению. Ну, там, по-моему, пару тысяч евро они заплатили. У нас не платят таких денег. Документалистам, во всяком случае. А у нас покажут, и то хорошо, и на том спасибо, да? Больше вот так вот, наверное, складывается. Ну, в общем, режиссеры же как-то популяризуют свои темы, они действительно довольны и этим. Вот. У нас сейчас короткая музыкальная пауза, и мы вернемся скоро. Лучшее в стране. Продолжается программа. У нас сегодня в гостях Сергей Зайцев, президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», кинорежиссер, сценарист, продюсер, директор киностудии «Русский путь», киноклуб «Русский путь», и нас с вами ждет 7 по 14 ноября в доме «Русского зарубежья» имени Александра Солженицына 13-й Международный кинофестиваль «Русское зарубежье». 39 фильмов из 10 стран. Все фильмы можно будет посмотреть, да, если желание? Да, совершенно бесплатно. Да, тем более, что вход свободный. Ну, это очень классная такая привлекательная история, надо сказать. Сергей, вы всю свою жизнь занимаетесь не игровым кино. Так получилось. Хотя у вас есть музыкальное образование. Есть, у меня есть даже образование. Режиссер игрового кино, да. Режиссер игрового кино, да. И начинал снимать игровое кино, да. Ну, так получилось. Время было такое, что надо было что-то снимать, а кроме как неигровое кино, ну, в 90-х годах игровое кино, ну, совсем уж плохое. Уж совсем не хотелось в это играть. Вот, да и бюджет, в общем, не просто было достать. И поэтому как-то так занесло просто меня, вот, в неигровое. Мне очень хочется узнать, конечно, о том, почему вы все-таки ушли из музыки. Потому что я хотел делать кино. Все-таки победил кино, кинематограф, синематограф тот самый. Хорошо, тогда вы как свидетель развития неигрового кино, пусть там с 90-х, можете рассказать о том, что было, что есть и куда движем? И что будет. Но это трудно, на самом деле, рассказать, потому что неигровое кино, оно все же разное, понимаете. Есть все-таки более телевизионное кино, есть менее телевизионное кино. Но в 90-е годы вообще все кино умерло, да. Вот как страна разваливалась и умирало кино. И, в общем-то, оно выжило только благодаря мужеству и такому бескорыстию, можно сказать, наших режиссеров документального кино, которые продолжали снимать упорно на свои деньги. Это часто затягивалось, это длилось по несколько лет. Но именно, в общем, благодаря вот этим вот энтузиастам, благодаря фанатам своей профессии, это кино, в общем-то, осталось в нашем культурном пространстве российском. Сейчас ситуация несколько поправилась, потому что все-таки государство финансирует документальное кино. Ну, может быть, не в том количестве, так сказать, если вот там документалистов поспрашивать, многие сидят без работы. Все скажут, что мало, конечно. Маловато будет. Я вам скажу, что и игровое кино тоже скажет. Мало могли бы побольше. Да, но все-таки государство финансирует. Финансирует, вот, и можно, так сказать, упорно добиваться этого финансирования и через, там, год, два, три, кому как повезет, пять лет все-таки добиться. Вот, все-таки, там, так сказать, агентство, по счастью, массовым коммуникациям или Министерство культуры финансирует, в частности, не игровое кино. Мне кажется, что ситуация выправляется. Другое дело, что, конечно, многие документалисты говорят уже на устаревшем киноязыке, безусловно. Вот, а хотелось бы, чтобы они пытались все-таки, так сказать, объясняться на... Вы понимаете, какая штука? Вот здесь вообще нет никаких рецептов. Очень сложно взять и изобрести новый киноязык. Это же не значит, что мы должны разговаривать в документальном кино, в неигровом кино со зрителем, с молодым зрителем, например, в клиповой манере. Это не даст ничего. Это даст вот такое внутреннее опустошение, да, автору, но это может при этом и не привлечь молодежь. Вот, поэтому тут надо искать. У кого-то получается, у кого-то нет. Вы знаете, как-то я читал интересную... Сейчас я уже не помню в деталях статью о том, что, ну, не стоит все-таки стремиться к тому, чтобы, знаете, сразу одновременно уметь делать несколько дел. И вот к этому клиповому сознанию, потому что человек с клиповым сознанием, вот подумайте, кому-то это надо, кому-то нет. Но все-таки, все-таки человек с клиповым сознанием никогда не будет принадлежать к элите. Вот. Поэтому тут каждый для себя выбирает, понимаете? Ну, а в общем решения, какие-то творческие решения, новый киноязык всегда надо искать. Вот я в поиске. Ну, так называемое поколение Z, оно выросло в гаджетах, на гаджетах. И как ни крути, ну, клиповое мышление, оно уже с ними. Оно... Все относительно. Они из себя его никак не выбьют. Ну, хорошо, вот скажите мне, пожалуйста, тогда режиссеры неигрового кино, в том числе, которые сейчас и награды получат, или которые вам присылают свои фильмы, их возраст каков? Разный. Вот совершенно разный возраст. От, там, 25-27. Ну, вообще в режиссуру все-таки приходят зрелые люди. Надо, чтобы приходили... Бывает всякое. Вот говорят, что Сергей Соловьев в 17 лет после школы пришел во ВГИК, да? Ну, я слышал, да? Ну, в основном, вот, например, я сам пришел в 25 лет. И то, в общем, мне не хватало опыта жизненного. Все равно. Лучше, чтобы люди приходили в режиссуру там по 30 хотя бы, да? Имея за плечами все-таки какой-то багра... Ну, все-таки какой-то, ну, я не знаю, что. Я не знаю, армию, войну или какую-нибудь, я не знаю, профессию, несколько профессий. Ну, в общем, кино более зрело, оно, конечно, более интересное. Я как-то, кстати, вот я сейчас отвлекусь на секунду. Я, кстати, несколько лет назад, года 3-4, может быть, в Доме кино демонстрировались лучшие молодежные фильмы последних лет. Там были анимационные фильмы, игровые короткометражки, документальные короткометражки, то есть разные. И я думаю, о, как у нас киноклуб, у нас же киноклуб, 15-14 год, сейчас работает в Доме русского зарубежья. Я думаю, что я сейчас молодежные фильмы вот эти посмотрю, я обязательно что-то найду. Ну, посмотрел я, наверное, фильмов 15, так далее, 17, да? Ну, сколько в один вечер там можно посмотреть, вот за несколько часов, за 3 часа там. Ну, нет, по 15 минут, по 10, по 17, вот такие фильмы, по 5 минут были. И вот вы представляете, что я ничего не выбрал за исключением одного анимационного фильма, анимационного, такого более-менее зрелого. Все кино замечательное с точки зрения монтажа, с точки зрения, молодежь прекрасно научилась снимать. Ух, монтировать так же, ух, и, так сказать, внутри, в общем-то, к сожалению, пустовато. И я подумал, что же я покажу нашему зрителю, и ничего оттуда не показал. Зрителю уже искушенному? Зрителю просто зрелому, не то чтобы искушенному, понимаете? Ну, вот, ну, не будет вот, 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 вот здесь вот надо всегда искать как-то точки соприкосновения, надо идти навстречу друг другу, потому что, как правило, я не говорю, что это хорошо или плохо, да? Надо просто идти навстречу друг другу. Но, как правило, 40-летний человек, ему неинтересно смотреть фильм об исканиях 20-летнего, да, об исканиях себя в этом мире, так сказать. Да как бы это ураганно не было снято и смонтировано. Вот мне, ну, ну, я понимаю его, да, он ищет, он найдет через 5 лет, через 10, вот. Но сейчас-то мне рассказывать об этом, я-то про другие вещи уже думаю. Вот как здесь вот это тут коннектно, вот как соединиться нам, да? Ну, наверное, это вопрос вечный. Ну, я все-таки думаю, что без свежей крови, извините за такие слова, не обойтись. Да-да-да, ну, пытаемся выливать. Может быть, какие-то сделать дни молодежных фильмов, прям, ничего страшного, в киноклубе «Русский путь» там по четвергам условно только. И вот чтобы туда пришла именно такая публика, которая будет не чуждая, а которая, наоборот, посмотрит, прикольно. Может быть, может быть. Я вообще, на самом деле, думал об этом, но надо еще раз подумать об этом. Ну, хорошо, давайте подумаем еще раз, тем более, что у нас есть 3 минутки. Послушаем песню, посмотрим клип и продолжим. Продолжаем программу. Сергей, у меня вопрос следующий. Он таков. В чем заключается сегодня работа режиссера документального или не игрового, как вы любите говорить, кино? Это, прежде всего, работа с архивами, правильно я понимаю? Ну, если касаться вот именно тематики, да, там, русского зарубежья и так далее. Ну, дело даже не в тематике русского зарубежья, а просто, в принципе, сейчас режиссер документального кино взял на себя почти все функции. Вот у нас, скажем, это просто сейчас моментально мне приходит в голову пример, участвует в программе этого кинофорума, 13-го нашего кинофестиваля, фильм Игоря Калядина о художнике Миллиотте. Так вот, Игорь там автор сценария, режиссер, оператор и, я думаю, что и продюсер тоже. Ну, тут все еще дело зависит от того, что человек умеет. Вот Игорь, например, Калядин умеет снимать, поэтому он еще и оператор своих картин. Но, в принципе, в общем, я думаю, что это... В общем, я бы сказал так, что это, конечно, не есть гуд, это не очень хорошо, это беда нашего времени, что режиссеры, в частности, вот режиссеры документального кино, не игрового кино, взяли на себя функции продюсера. Да, а другого выхода нет. Мы должны продюсировать сами свое кино, иначе просто не хватит бюджета. Есть продюсер, есть исполнительный продюсер, линейный продюсер. В документальном кино, в нынешнем, с нынешними бюджетами это невозможно. Но я хочу сказать, я не жалуюсь, вот, и режиссеры не жалуются, они просто привыкли быть сами директорами, как это раньше называлось, директорами своих картин. Вот, сейчас они продюсеры своих картин. Ну, бывает и нет, но часто да. Вот, и это нормальная практика, это, ну что, это реалии сегодняшнего времени. Ну, я хотела как раз про архивы поговорить. Про архивы, да. Да, на сегодняшний день они существуют. Можно ли туда обращаться, не знаю, в порядке там, словно, живой очереди? Да, конечно. Любого режиссера, молодому которому, который решил оставить свой вклад. В документальном кино ведь режиссеры работают, авторы, режиссеры в разных совершенно архивах, в российских, в зарубежных архивах. Потом работают с документами или, допустим, работают с киноархивами. Вот, и с каждым архивом, в общем, свои отношения, потому что в каждом архиве свои правила. Во Франции одни правила, у нас другие правила. В Америке, вот я работал, например, в архивах в Вашингтоне, там, свои правила. Вот, кстати, надо отдать должное американцам в этом смысле. У них очень много хроники, именно киноархивы, например, предоставляются хроники бесплатно. Ты должен заплатить, да, ну, само по себе удовольствие недешевое, слетать туда, там, пожить, поработать и так далее, посидеть в архиве. Но саму хронику, вот до какого-то года, там, сейчас это может быть, ну, я сейчас, я боюсь соврать, ну, там, условно, там, вторая вся мировая война бесплатно уже, да, ну, там, до 50-го, может, до 55-го года. Это уже паблик домейн, это уже в общественном доступе находится. Вот. В этом смысле, например, комплимент не могу сделать европейским архивом, где за все, за каждый чих ты должен заплатить евро. То есть нужно быть достаточно состоятельным человеком, чтобы позволить себе такой роскошь. Ну, если работать в Европе, да, да, хотя в Европе, конечно, много интересных вещей хранится. Вот и в британском архиве, в имперском музее, на архиве в британском я работал, как же он называется, имперский музей войны, что ли, или как-то так, архив войны, сейчас уже не помню. Вот, там, так сказать, кусается, все кусалось, да, дорого. Профессия режиссера-документалиста, она может быть прибыльной? Хороший вопрос. Да нет, пожалуй, пожалуй, что нет. Просто если объясню, почему сдаю, а сейчас огромное количество и школьников, и студентов, для них самое главное, и основное, сколько денег я буду получать за это? Это первый, пожалуй, вопрос, который он ставит перед собой. Почему первая мечта и номер один – это стать популярным блогером и... Да, ну, не знаю, в Ютьюбе, да, наверное, сейчас, если ты стал популярным блогером, но это не одно и то же, что если ты занимаешься чистым искусством... Понимаете, какая штука? Когда-то я сделал два фильма о замечательном красноярском художнике Андрея Поздееве, и вот у меня был продюсер на этих картинах, уже ныне покойный Николай Ткаченко, прекрасный человек, сам прекрасный художник-медальер, но который заставил... Когда он увидел Андрея Геннадьевича Поздеева, красноярского художника, он сам перестал работать как художник, и он сказал себе, я не могу это делать, если такого художника не знают и не видят. И он занялся продюсируемой этого художника, и он вот финансировал... Свою жизнь положил, получается, на... Фактически, да, да, да. И рано умер, к сожалению, в 52 года. И вот продюсировал наши две картины об Андрея Геннадьевича Поздееве, и вот он говорил такую вещь, что произведение искусства – это тоже товар, или это даже не он говорил, а он, так сказать, цитировал кого-то, что произведение искусства – это тоже товар, но если относиться к нему как к товару, оно перестает быть произведением искусства. Понимаете, вот если ты человек творческий, и ты пришел в кино, в документальное кино, в частности, да, заниматься творчеством, не думая о деньгах, иначе ты произведение искусства не создашь. То есть, ведь важна всегда нацеленность человека, а это ведь идет у нас с детства, если у нас нацеленность на деньги. Ну, я даже... Ну, каждый может по своим сверстникам это пронаблюдать, да, вот вспомнить одноклассников. Для кого важны были деньги, те достаточно рано стали зарабатывать. Для кого важно было творчество, те оказались, так сказать, в творческой среде. Может быть, тоже стали зарабатывать, но не сразу, и так далее, и так далее. Вот, и жизнь в этом смысле точно такая же сейчас, как 20 лет назад и 40 лет назад. В общем, наверное, документальное, не игровое кино, особенно историческое, да, это то, что 100% останется в вечности. И блоги-то, понятно, никто пересматривать не будет, потому что они интересны тем, что они актуальны только сейчас, и у секунды. Ну, пожалуйста, да, вот вы правильную вещь говорите, потому что я смотрю, просто наши сейчас коллеги, ну, чем мы пользуемся? Мы едем в Красногорский архив кинофотодокументов, да, смотрим там картины, допустим, там, ну, 50-х, 60-х годов, берем оттуда отрывки, мы все время цитируем, что использованы отрывки из фильма, там, такого-сякого, там, да. Вот, и это остается, остается и служит, в конце концов, это кинолетопись страны, вот. Мы в последнее время, вот, я состою в правлении Ассоциации документального кино, Союза кинематографистов, мы очень часто говорим о возрождении кинолетописи, как вот специального такого поджанра неигрового кино, вот. Но целенаправленно она пока никак не возрождается, не знаю, возродится, не возродится. То есть здорово было бы... Вот как-то вы сейчас более бессимистичны уже в этом правильном, что я смотрела ваше интервью, вы говорили, я верю, возродится. Ну, просто мы последние лет 5-7 об этом говорим, а на самом деле еще и до нас об этом говорили. Если целенаправленно возродить летопись, и вы понимаете, она должна быть возрождена не где-то на одной какой-то студии в Москве, да, потому что будет студия, которая будет заниматься кинолетописью страны. Вот, например, приезжать на страну ФМ и делать про вас документальное кино. Конечно, шикарная идея. Это замечательно, но это должно быть в каждом городе, потому что это должна быть кинолетопись страны, а не кинолетопись Москвы и, так сказать, первого магистрального проезда, понимаете? Вот. А возродить кинолетопись в масштабах страны, ну, это, в общем, нужно серьезное такое волевое решение и вливание серьезное. Вы со своими фильмами, в том числе «Союзники», что же очень легендарный фильм, я смотрю, боже мой, вы откровенно говорите, там интервью, например, 16-го года, фильм снял в 2002 году, но он продолжает свою жизнь, его демонстрируют в разных городах и даже в разных странах. Ну, вы знаете, это вот, как я скажу, это просто повезло, понимаете? Потому что есть темы очень интересные, но которые... Не вызывают такого отклика, да? ...редко обращаются, да? Вот. Ну, скажем, о каких-нибудь там поэтах, символистах, так сказать, это узкий круг литераторов, им это интересно, так сказать. Я тоже обожаю, ну, Россия, серебряный век, символисты, акмеисты, так сказать. Я это всегда буду смотреть. Вот. Но есть темы, которые всегда вызывают интерес огромного количества людей. Первая мировая война, Вторая мировая война. Понимаете? Это всегда, это то, что животрепещет, да? И вот это всегда будут смотреть. Вот сейчас 75-летие победы, значит, скорее всего, уже я получил несколько, значит, просьб демонстрировать мой фильм «Союзники» о Второй мировой войне к 75-летию победы, которая грядет. Ну, это просто вот... Ну, у меня есть фильмы, которые... Вот те же фильмы о художнике, два фильма «Диалоги» об Андрея Геннадьевича Поздеве, красноярском художнике, их же, они же так не востребованы, их так не смотрят, как фильм «Союзники». Вот. Но это моя отдушина тоже. Я тоже хочу делать о певцах, музыкантах, поэтах иногда картины. А вот, кстати, если верить интернету, почему-то там есть информация, что ваш последний фильм был в 2010 году, как режиссера, снят. А дальше вы уже, как продюсер, стали двигаться. Ну, понимаете, как, ну я же вот все-таки возглавляю киностудию, наш киностудий «Русский путь», и мы должны работать. Вот. Поэтому мне приходится быть художественным руководителем и продюсером картин разных. И сейчас последний, вот, восьмой год уже мы делаем цикл фильмов, которые демонстрируются на телеканале «Культура». Мы делаем цикл фильмов под названием, ну вот я придумал это название, «Русские в мировой культуре». Это фильмы о русских людях, которые действительно оставили значительный след за рубежом. Эти фильмы, кстати, и демонстрируют тоже наш кинофестиваль «Русская зарубежность», подчеркиваю, вне конкурса. Мы свои фильмы в конкурс никогда не ставим. Вот. Ну, потому что это просто как-то, ну, неэтично было бы. Да нет, в наше время уже вполне себе было бы этично. И даже получить философский пароход. Да, вот я, например, могу взять и получить философский пароход. И сам себе вручить, так сказать. Да, и сам себе вручить. Вот. Но нет, все-таки, я думаю, что мы до этого не дойдем. Вот. Если какое-то умопомрачение не наступит. И вот мы сделали уже порядка 30 картин в этом цикле «Русские в мировой культуре». Вы себе не представляете, какие мы сами имена русского зарубежья, выдающихся людей, открываем для себя. Ну, естественно, так сказать, через посредственно телеканал или там нашего международного кинофестиваля «Русское зарубежье». О них рассказываем. Причем это не те имена, которые у всех на слуху. Да, Бунин – лауреат государственной… Это оговорка, да? Лауреат Нобелевской премии. Значит, но его, в общем, так или иначе знают. Знают, что был Сикорский, Рахманинов, Шаляпин, так сказать, выдающиеся деятели русской культуры, которые уехали и, так сказать, там стали тоже востребованы. Но никто не знал о Зворыкине до недавнего времени. Владимире Зворыкине – изобретателе телевидения. Никто не знал и не знает до сих пор об Александре Матвеевиче Понятове, основателе корпорации «Ампикс», первого изобретателя первого в мире видеомагнитофона. А, между прочим, с Понятова, с Александра Матвеевича началась и Силиконовая долина вся. Ну, вот это очень интересно, честно вам скажу. Он умер в 80-м году, но его аппаратура, его знаменитые фирмы «Ампикс», что расшифровывается как «Александр Матвеевич Понятов Экселенс», успела поработать на Олимпиаде 80. Он так никогда и не вернулся в Россию, уехал в 2020 году. Через Китай. Но он всегда старался России, Советскому Союзу как-то помогать. Интересно, что его видеомагнитофон демонстрировался на знаменитой выставке в Сокольниках, американской Хрущеву. И потом этот магнитофон, так сказать, Понятов не требовал назад быстро, специально для того, чтобы русские могли разобрать и посмотреть, что там такое. Вот я снимал «Ветеранов Ампикса» в Сан-Франциско, и они говорят, когда мы назад получили этот магнитофон, значит, там были не до конца закручены, значит, вот... То есть у нас стандарт по закручиванию шурупов такой, а из СССР он пришел вот с недокрученными, и сразу видно было, что разбирали магнитофон. И когда Понятову доложили, он говорит, ну и хорошо. Хорошо. Да, что русские разбирали наш видеомагнитофон. То есть эти люди, конечно, он до конца оставался человеком православным, верующим, и, так сказать, о нем очень-очень тепло сейчас вспоминают очень... Я вам больше скажу, о нем очень тепло вспоминал Рэй Долби, Долби-система, которой мы пользуемся, да, потому что Долби пришел с 17-летним парнем к Понятову, и тот его спросил, образование у тебя есть? Он пришел в Ампикс, он говорит, у меня никакого образования нет, но меня вот электроника очень интересует. И он этого парня, 17-летнего Рэя Долби, он говорит, давай, работай. И в результате, что Долби получил за свое изобретение Оскара? Очень интересно. Мы должны сделать небольшую паузу, посмотрим клип. Дима Билан, знаете такого артиста? Слышал. Вернемся, студию продолжим. Продолжается программа, у нас сегодня в гостях Сергей Зайцев, президент международного кинофестиваля «Русское зарубежье», директор киностудии «Русский путь», киноклуб «Русский путь». Фестиваль очередной, 13-й по счету, нас с вами ожидает с 7 по 14 ноября в доме «Русского зарубежья» имени Александра Солженицына. 39 фильмов из 10 стран. Вход свободный, интересная тема, и какие-то просто, ну, действительно, там невероятные, уникальные фильмы вам удалось, да, в этом году, Сергей, отыскать. Ну, это все, они всегда интересны, всегда, не лучше, не хуже, они всегда интересны, всегда журналисты спрашивают, а чем нынешний фестиваль? Отличается от прошлого. От прошлого, да, я всегда говорю, новой программой. Все новые фильмы, мы не повторяем, я так понимаю, конечно, да, фильмы? Да, 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 программу не повторяем на следующий год, да. Кинофестиваль, понятно, киностудия «Русский путь». Вот, может быть, сейчас впервые, многие услышали для себя впервые. Это самое словосочетание. Вы возглавляете киностудию на сегодняшний день. Какой штат у вас? Кто эти режиссеры? Да, на киностудии, значит, ну, во-первых, название ее нам досталось от издательства «Русский путь», которое в свое время основал Александр Солженицын и Виктор Александрович Москвин, директор «Дома русского зарубежья». Вот, и совершенно естественно, что когда мы создавали киностудию в доме, при «Доме русского зарубежья», тогда еще Александр Солженицын был жив, мы назвали нашу киностудию «Русский путь». Но это было совершенно логично, да и, в общем, я ничего против этого названия не имею, потому что главная задача, которую ставит перед собой киностудия, это рассказывать русским людям о соотечественниках, о которых им не... о выдающихся соотечественниках и событиях каких-то, о которых, в общем, им ничего не известно. И вот почти уже 15 лет, ну, 14 лет в будущем году будет 15 лет нашей киностудии, и за это время мы сделали вот уже около, наверное, ну, 40 с лишним картин, в основном о представителях русского зарубежья, но, конечно, и вообще в целом, там, скажем, несколько картин о Второй мировой войне у нас есть. У нас есть прекрасный фильм о женщинах-летчицах, например, или замечательный фильм о детях блокадного Ленинграда, которые, пережив блокаду, тех детях, которых не смогли вывезти из блокадного Ленинграда, они потом выросли и стали олимпийскими чемпионами. Вот. Это вот все мы делали в сотрудничестве с продюсером Александром Смолко, с которым, ну, в целом, 6 или 7 фильмов сделали. Вот. Это вот он как раз был инициатором съемок таких фильмов, и фильма «Неженское дело о летчицах», и фильма «Жизнь подарок» о детишках блокадного Ленинграда, будущих олимпийских чемпионах, и фильма «Моего союзники веры и правды». С ним же мы сделали фильм «Погибли за Францию» о русском экспедиционном корпусе, воевавшем во Франции в годы Первой мировой войны. Ну, вот видите, в общем, спектр широк. Я вот подумала, а где сегодня можно посмотреть все эти фильмы? Ну, вот если кому-то вдруг стало неинтересно... Ну, конечно, в интернете можно посмотреть. Вот. Новые фильмы пока нельзя посмотреть. Вот, допустим, сейчас киностудия работает еще над двумя фильмами. Замечательные режиссеры Андрей Судиловский делает фильм о одном из сильнейших людей планеты, Александре Зассе. Вот Дикуль по его системе занимался и так далее. Значит, он был цирковым артистом. Потом в эмиграции, он был участником Первой мировой войны, несколько раз бежал из плена, потому что разрывал там кандалы или цепи, в которые его заковывали. Значит, он делал, например, такой трюк. Он зубами держал, где-то там висел, ногами зацепившись, значит, за турник какой-то, висел вниз головой, зубами держал площадку, на которой стояла рояль и играла пианистка. А есть какие-то архивные записи? Ну вот сейчас вот мы пытаемся в Англии раздобыть. В принципе, уже Андрей Судиловский в Англию слетал, съемки там закончил. Знаете, как сейчас говорит молодежь, если нет фотки, если нет сэфи, значит, этого не было. Ну да, да. Нет, но есть свидетельства, есть документы, конечно, есть какие-то фотографии. Ну, фотографий Александра Засса много. Но, в общем-то, это тоже уникальное имя. Или вот, например, Денис Чуваев у нас делает фильм о русских художниках, фактически, которые явились основоположниками, которые жили в Югославии и рисовали первые комиксы. Потому что во многом европейский комикс начинал свой путь с Балкан. И вот эти первые русские художники-комиксисты очень интересные люди. Вот мы решили о них тоже сделать фильм. Это тоже представители русского зарубежья. Это заказ какой-то, который положен вами, и вы уже собрали команду? Это просто наше желание открывать неизвестное. Вот и все. И я в этом смысле благодарю всегда там культуру, потому что они показывают эти картины. Вот. И все-таки это миллионы смотрят. Ну, то есть в данном случае вот те фильмы, над которыми вы работаете в настоящее время, вы знаете точно, что их покажут по каналу культуры? Ну, да я надеюсь. До сих пор показывали. До сих пор, дай бог. Ну, в общем, да, значит, у вас как-то очень все налажено и интересно. Ну, не то, что налажено, но просто мы находим, так сказать, мы интересны друг другу. Я надеюсь, будем интересны долго еще. Каким образом можно попасть, не знаю, в штат, в киностудии «Русский путь», ну, если говорить о режиссерах молодых? Вы знаете, ну, в штат, наверное, трудно. Да, загорелось, да, хочу, да, хочу сделать что-то вечное. Не раз так, кстати, к нам и попадали режиссеры. Ну, не в штат, а просто на проект. Если режиссер, там, допустим, молодой режиссер, да или не молодой режиссер, приносит интересный проект, и мы видим, что да, это интересно, да, это неизвестно, да, об этом хочется и нам теперь тоже рассказать, если он нас зажег, да. Ну, это, в общем, ситуация такая прогнозируемая. Я думаю, что руководители многих киностудий, вам сейчас бы вот сидел Базидор Шахназаров, он бы то же самое вам сказал, приносит интересный проект, и ты думаешь, опа, давайте. Да, это интересно. Ну, вот так, вот так, так все и происходит. В общем, шанс есть у каждого, абсолютно. Ну, даже президентом может каждый стать, как президент сказал, что это же не важно кто ты, главное учись хорошо. Да. Прекрасные слова. И именно так, кстати, все молодые сейчас и живут, они полны очень сил, уверенности в себе. Да, вообще, на самом деле, я смогу вот так вот, насколько мне удается вообще наблюдать, молодцы. И на нескольких языках говорят, и, в общем, и пишут, и, я не знаю, там, музицируют. В общем, талантливые. Ну, и теперь надо, чтобы побольше они еще смотрели игрового документального кино, и вообще будут бесценные просто кадры. У нас короткая пауза, оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа, и, друзья, совсем немножко времени у нас остается, но мы, конечно, поговорим именно о Международном кинофестивале «Русское зарубежье», который уже в 13-й раз пройдет в доме «Русского зарубежья» у меня Александра Сложеницына. Сергей, на какие работы, может быть, стоит обратить особое внимание? Или каждая работа уникальная, нужно все-таки вот выделить прям, что там, один день, все дни с 7 по 14 прийти, сесть в удобное кресло в доме «Русского зарубежья» и смотреть с утра до вечера. Да, но я был бы рад, если бы люди вот, особенно после нашего эфира сегодняшнего, пошли массово… Вход свободный, что очень важно. Да, да, да. Ну, у нас, надо сказать, правда, ради только на церемонию открытия, вход по пригласительным билетам, не такой у нас большой зал. Ну, это тоже нормально. 200 с небольшим мест. Вот. Но с 8-го числа, уже включая церемонию вручения призов, вход у нас свободный. Не хотелось бы мне выделять какую-то картину, понимаете? Тем более, с моей стороны, это не очень удобно делать, потому что я президент фестиваля, все авторы хорошие, все картины интересные. Да, какие-то показываются в конкурсе, какие-то вне конкурса, но если открыть программу фестиваля, прочитать аннотации к картинам, то можно для себя просто какие-то интересные темы выбрать, потому что темы, спектр тем о русском зарубежье широкий. Это о художнике русского зарубежья, о обученых русского зарубежья мы рассказываем. А как вам кажется, все ли темы затронуты вот уже за годы существования фестиваля? Ну, нет, конечно. То есть впереди еще работы предстоит огромное количество, на многие поколения хватит, ну, или там хотя бы годы? Ну, на годы точно, на годы точно. Вы знаете, вот эту Атлантиду под названием русское зарубежье изучить невозможно. Вот мы ее поднимаем, поднимаем со дна века, с дна времени, да? Вот даже за последние сто лет я имею в виду. Понятно, что еще там Герцан уезжал, там куда-то в Англии жил. Но мы говорим просто о первой волне, после революционной второй волне, третьей волне, ну, так сказать, и о нынешней эмиграции. Это вот все умещается в последнее столетие, там, условно говоря, с 17-го года. Это, значит, что хотел сказать, что все, да, темы, темы. Ну, вот я только что рассказывал о силача Александре Зассе, который был, жил в эмиграции в Великобритании. Но мы никогда не делали фильмы о циркачах, о силачах, да? Мы делали об ученых, о писателях, о художниках. Вот появился Александр Зассе. Это имя тоже нужно открыть соотечественникам. Понимаете, поэтому много-много тем, очень много. Вот, например, мы будем показывать во внеконкурсной программе, потому что это картина киностудии «Русский путь», нашей киностудии, фильм Алексея Васильева о Владимире Ипатьеве, об изобретателе высокооктанового бензина, который прожил много лет в эмиграции в Штатах. Американцы говорили, русские не понимают, кого они потеряли в лице Ипатьева. Это, кстати, старший брат Николая Ипатьева, в доме которого расстреляли царскую семью в Екатеринбурге. Тот Николай Ипатьев, младший брат, тоже жил в эмиграции, но не в Штатах, а в Чехии, в Праге он похоронен. Вот, я был у него на могиле, на Ольшанском кладбище. Вот, а старший брат Владимир Николаевич Ипатьев, он, Форд, Форд, Генри Форд, назвал его изобретателем, создателем американской цивилизации, потому что на Ипатьевском высокооктановом бензине все быстро поехало, в том числе Форды. Его поехали. Более того, значит, именно благодаря Ипатьеву англичане в 1940 году выиграли битву за воздух у немцев, потому что их самолеты стали летать быстрее, чем немецкие самолеты. Вы представляете, вот действительно, какие люди. Ипатьев всю жизнь снимал жилье себе в Штатах, потому что он считал, что дом может быть только на родине. А, Сергей, скажите мне, было ли такое в истории, чтобы хоть один документальный фильм, сделанный в России, или игровое кино, было показано по зарубежному каналу? Ну, конечно, нет, ну, конечно, сколько угодно. У меня вот фильмы показывались, там, по Франции, допустим. Да нет, много, так сказать, фильмов всяких интересных закупается. Ну, это просто должны быть темы интересные конкретному телеканалу. Ну, например, эти темы, наверное, которые вы сейчас рассказываете, о том, что, оказывается, мы везде стояли у истоков. Всего, я думаю, это будет как раз тема не очень интересной всем зарубежным каналам. Нет, 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 почему? Например, вот сейчас, вот смотрите, какая штука. Сейчас на наш кинофестиваль прилетает режиссер Ив Риу из Франции, который сделал фильм о белой эмиграции. Вообще о русской эмиграции во Францию. Он называется «Белые русские». Значит, им интересна эта тема. Вот он покажет фильм на нашем кинофестивале, но он наверняка, так сказать, ведет переговоры о том, чтобы там у себя там во Франции показать этот фильм по телевидению. Нет, как раз вот, например, в тех странах, где были большие очаги русской эмиграции, это, например, Франция, там, Сербия, Америка, там эта тема востребована, они периодически показывают эти фильмы. Ну, и еще одна тема мне очень интересная. Ведь режиссер, в его руках абсолютно все. И даже главная идея, и даже та самая последняя мысль, с которой должен остаться зритель один на один, все в его руках, в его голове зреет план или там в заказе, я не знаю. Поэтому, ну, наверное, ведь неправильно верить каждому документальному неигровому кино, что вот каждое там сказанное слово – это есть правда, а не какая-то там… Ох, Александр, вы знаете, ведь к этому надо стремиться. Вот я считаю, что мы врать не должны ни в коем случае. Это можно в игровом кино что-то выдумать, да, это вымысел, это художественное произведение. Вот, так сказать, если вот эта вот выдуманность, этот замысел, он удачен, то мы вполне себе здорово попереживали, да. Но в документальном кино нельзя этого делать, ни в коем случае, потому что это все-таки должно быть документом эпохи. Вот вы понимаете, какая штука? Вот вернусь даже опять к фильму о художнике Миллиотте, того же Игоря Калядина, который будет в конкурсе этого года у нас на фестивале «Русское зарубежье». Ведь вот я сейчас просто, мне эта мысль пришла в голову. Вот он рассказывает о Миллиотте, который умер там уже достаточно давно, по-моему, в 62-м году, о замечательном художнике. Но ведь он сегодня снимает людей, которые его вспоминают. Его, например, внучку Елену Миллиотте, актрису театра «Современник». И вот эти сегодняшние съемки – это летопись сегодняшней жизни, российской в том числе. Это все равно документ эпохи. Врать нельзя. Врать нельзя, но я думаю, что далеко не все придерживаются вот этого правила, этого закона. Ну, если говорить о том, что в Ютьюбе, да. Да, я к тому, что как раз, когда любой человек открывает и видит, что написано документальный фильм, даже основанный на реальных событиях, то это далеко не факт, что это так. Потому как разобраться на сегодняшний день в этом огромнейшем, просто многообразии. Выбор колоссальный. Что смотреть и чему верить. Ну, я поняла, что фильмом киностудии «Русский путь» верить не то, что можно, но и нужно. Это самое главное. В общем, я надеюсь, что мы не грешим. Не грешим неправдой. Вот, а потом еще есть один такой момент. Если режиссер искренен, то зритель это чувствует. Ну, все равно чувствует. Вам хочется снимать сегодня игровое кино? Вам это интересно? Художественный фильм? Я могу сказать, что, конечно, не любое. Вот если мне сейчас предложат снимать сериал, ну, и как и предлагалось. Потому что у меня есть, так сказать, люди, мои знакомые, друзья, однокашники, режиссеры, продюсеры, которые занимаются, например, там, сериальной продукцией. Не раз мне предлагалось. Я не хочу. Мне это неинтересно. Это, в общем-то, ну, мне это неинтересно по многим причинам. Ну, потому что это однодневная продукция, и потому что это рутина, и так далее. И потому что надо там... Я и без сериалов сплю там по 3-4 часа, и работаю в празднике, и так далее, и так далее. Вот. Так если ты уж работаешь в празднике и спишь по 4 часа, сделай что-нибудь для вечности, а не для того, что сегодня покажут, а завтра ведь... На чем основано телевидение, в принципе, на том, что сегодня мы вам покажем нечто помрачительное, на завтра забудьте, сейчас мы вам то же самое покажем, но другое. Ну, в общем, мне это неинтересно. Вот, но я... А за какой фильм вы взялись бы сейчас, как режиссер именно? Ну, и как продюсер, вы уже одно без другого не сильно представляете себе. У меня есть два сценария, которые вот лежат, и я надеюсь, ждут своего часа. Хотя вот мой любимый Милош Форман, он сказал, что из чего состоит жизнь режиссера. Ты хочешь всю жизнь снимать какую-то картину, вот ты к ней идешь, но в результате подворачивается какая-то другая тема, ты в нее влюбляешься и снимаешь кино. И из этого и состоит жизнь режиссера. Да, есть у меня две темы, которые мне очень хочется реализовать. Одна такая евангельская притча и один фильм о гражданской войне в России. И там действия происходят, историческая картина в 1918 году, да? Два месяца вот такой период сюжета, октябрь 1918 года. Вот да, мне хотелось бы снять эти фильмы, но как бог даст, понимаете? Но перед тем, как вы приступите к съемкам этих фильмов, что нужно вам самое главное сделать глобально и масштабно, я не знаю, проблему ли какую-то решить, задачу выполнить? Ну, я человек верующий, я считаю, что все решается там, пока, видимо, я какую-то неизвестную мне задачу не выполнил, наверное, и деньги. Как руководитель, как президент фестиваля. Да, ну, может быть, надо в этом отношении что-то довести до конца. Но сейчас, мне это кажется, хотя на самом деле я могу ошибаться, опять-таки, потому что там видней, мне это кажется, что это бюджет, что это деньги, что нужно найти деньги, и тогда я вот... Потому что сценарий в достаточной степени готовый. Нельзя выходить на площадку с неготовым сценарием, это проект обречен. Вот, если ты в процессе начинаешь импровизировать, это редко кому удается спасти картину, если ты не написал хороший сценарий накануне, понимаете? Вот, я не знаю, я не знаю. Мне кажется сейчас, что это бюджет. Но, вероятно, я должен отдать какие-то другие долги, может быть, для того, чтобы я стал снимать эти картины. Они выйдут, если им суждено выйти. Я хочу, чтобы мы с вами пригласили всех еще раз на фестиваль. С радостью, с радостью. Ну, давайте, наверное, так, прям вот 18, 19, 20, 25, 30. Возьмем людей этого возраста. Те, которые даже 35, они и так все прекрасно понимают и исходят. Я даже в этом не сомневаюсь. Что, интересно, для себя эти ребята, девчонки могут узнать на этом фестивале? Вы знаете, очень трудно обобщить. Но я скажу так, что молодежь, которая обратит внимание на темы, которые затрагивает наш кинофестиваль «Русское зарубежье», посмотрит фильмы про себя. Потому что те люди, которые уезжали, там, не знаю, в 20-м году, там, в каком-то, вторая волна эмиграции, третья волна эмиграции, это часто были такие же молодые люди, как они сами. Это судьбы. Что может быть интереснее? Бунин вообще когда-то говорил, что будущее литературы за мемуаристикой. И во многом это так. Что самое интересное? Non-fiction самое интересное. Это все невыдуманно. Это про вас. Тем более, что сейчас огромное количество людей с возможностью посещать эти страны. Многие даже подумывают о том, чтобы проживать в каких-то других странах, ну, где, не знаю, там даже по клейму более комфортно и так далее. Да, я поняла, что действительно, это и для нас тоже. О, кстати, очень интересно. Вспомнил. У нас будет во внеконкурсной программе демонстрироваться фильм, который называется «Домой», который сняла выпускница в ГИКа этого года, молодая девушка, о людях, о тех, значит, наших соотечественных, которые уехали за границу жить навсегда. И потом по разным причинам вернулись, также навсегда, и они объясняют причины своего возвращения. Это тоже огромнейшая тема и очень интересная. Да, вот вы сказали, я вспомнил. Все фильмы сразу не припомнишь. Сходите, посмотрите. Друзья, где программу можно посмотреть полностью, целиком? На сайте «Русского пути», я так понимаю, самое главное, да? Киностудию набираете, поисковик, и все вам даст. Киностудия «Русский путь», да. Киностудия «Русский путь», да. Киностудия «Русский путь», 14 ноября в «Доме русского зарубежья» имени Александра Солженицына. Международный кинофестиваль «Русское зарубежье». Сергей Зайцев был у нас сегодня в гостях. Президент фестиваля, кинорежиссер, сценарист, продюсер, директор киностудии «Русский путь» и киноклуба «Русский путь». Сергей, спасибо огромное. Несмотря на то, что и мало времени, и, конечно, не все далеко. Обсудили, не обо всем далеко поговорили. С вами было невероятно интересно. Я желаю вашему «Русскому пути», прям грандиозного, красивого, большого и долгого пути. Спасибо. Спасибо за нашу встречу, всегда рады. Нашему «Русскому пути», спасибо. Спасибо, спасибо и вам. Спасибо. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ».